Ну как они уместили все в одном месте? Это весной открытие парка было. Должно с плиткой было произойти это. Да, уже вечер, а до сих пор кафе пустует. Когда же тут кто-то сидит в этих кафе? Совсем мало людей. Ой, с этой стороны, со стороны входа в парк. Посмотрите, сколько бургеров, фреш-баров, жареных мороженых. Это ноу-хау. О, даже можно вон прокатиться на электромобиле. Так, туда к дельфинарию. Полиция в тенечке отдыхает. Парк Победы. Новая достопримечательность Крыма. Сравним с Воронцовским. Потому что Воронцовский парк в Алубке тоже вот так выходит к пляжу. Конечно, там не такие широкие пляжи, зато вода там чистая. Здесь, я теперь уверена, такой не бывает. Такая широченная аллея. Целый проспект. Тут можно две стороны машинам разъехаться. Видела только этот парк. Видео у моей подружки, севастопольского блогера Натальи Муравьевой. Я на всякий случай вам оставлю ссылочку. Здесь вечером такая царит атмосфера. Но мы уже позднего вечера не дождемся, погуляем днем. Вот такие тут цветы растут. Самосевом. Куриная слепота. Мы ее в детстве называли. Мята. Лавочки такие милые, красивые. Много лавочек. И говорят, еще здесь несколько фонтанов. Но что-то тут с растительностью не получилось. Вот это дерево, его в простонародье у нас называют вонючка. Она очень быстро растет, чуть ли не как бамбук. Посмотрите, что это за сос. Не за сос. Сос. Экстренный вызов полиции. А если я нажму и скажу, добрый день. Да, который час? Они мне подскажут? Вот такие тут фонтанчики. А там, посмотрите, разноцветные лампочки. Вот что здесь создает приятную атмосферу вечером. Вон видно море. Оттуда мы пришли. Самого лучшего пляжа Севастополя. Мурманск. Есть зрители из Мурманска? Напишите. Смоленск. А вот и Севастополь. Сразу бросается в глаза, что совсем нет цветов. Ну вообще, вовсе, ни одного. Не знаю, с чем это связано. Проспект здесь вообще очень длинный. Плиточка такая хорошая. Даже если гулять вечером на каблучках, шпильки застревать не будут. Это большой плюс. Естественно, на роликах на велосипеде. С колясочками. Шикарно. Бегать вечером. А может, в этом парке сделали бы тоже спортивный комплекс. Хотя можно добегать до того, где мы занимались сегодня спортом. На пляже. А здесь музычка играет. Смотрите, какой веселый фонтанчик. Тут даже вон парень шел и пританцовывал. Напишите в комментариях, кто собирается купаться в фонтане 2 августа. Мы, кстати, с друзьями-блогерами планировали устроить такой флешмоб. Напишите в комментариях, кто особенно из больших городов. Я знаю много зрителей из больших городов. Тянет ли парк Победы на реально такую достопримечательность? Что скажете? Потому что, честно, я даже не подозреваю. Я не знала об этом, кстати, парке. Я не подозреваю, как он выглядел даже. Я только знаю, что в 1975 году, к 30-летию Великой Победы, его здесь открыли. Больше я не знаю ничего. И только вот узнала, когда его начали реставрировать. Что здесь было раньше? Посмотрите! Это же главная достопримечательность парка. Георгий Победоносец. Но вообще здесь чувствуется какой-то нереальный простор. А вот и Георгий Победоносец. Его видно издалека. А вокруг это похоже, что всё новостройки. Да? Вот они такие новенькие, прям свеженькие эти домики. Памятник Георгию Победоносцу. 220-летию со дня основания города Севастополя. Хотя вы же знаете, что Севастополь, он не 220 лет. Он здесь существовал и существовал. Так же, как и Санкт-Петербург, далеко до Петра Первого существовал. Бархатцы цветут. Я их раньше называла чернобрывцами. Но мои зрители российские сказали, это не чернобрывцы, это бархатцы. Буду знать. Вот сюда нужно приезжать, в каком-то из этих домов останавливаться на отдых. Рядом с парком Победы, рядом с вот этими большими пляжами, с инфраструктурой, с развлечениями. Здесь ровно. Ты гуляешь и не напрягаешься совершенно, потому что горки южного берега Крыма многим не нравятся. Смотрите, что бросается в глаза. Я не хотела показывать, но встречаю все чаще и чаще. В Херсонесе есть пол, который лежит до сих пор. А в Парке Победы вот сколы, везде сколы, сколы. Что это за плитка такая? У меня дома, я не знаю, не скалывается. Вот, по уголкам. Вот, 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 здесь, здесь. Везде по уголкам. Ну вот скажите, за год, какой год, это весной открытие парка было, должно с плиткой было произойти это? Мне кажется, что нет, что она целая должна была быть. Еще года не прошло, полугода не прошло. Туалеты работают. Огромнейший плюс для Севастополя. Вот такой парк, бесплатные туалеты, бесплатные большие парковки возле пляжей. Спортивная площадка, инфраструктура развитая на пляже. Ну, это большой плюс. Все по-современному прогрессирует, а не регрессирует. Здорово, молодцы. Ой, а здесь, да, под соснами посидеть. Да, получить ингаляции на такой милой лавочке. Вот эти ответвления в парке такие романтичные. Там вот главная аллея, а здесь небольшие дорожки с голубями, с хвойным ароматом. Фонарики такие необычные. Вот как фонари Ялтинской набережной являются такой визитной карточкой. Так и фонарики теперь парка Победы со звездочкой. Молодцы, такое интересное решение. Роща медработников заложена в 75-м году. Ну да, когда открывали парк. Вот скажите, такое благоустройство. Вот эти парки, лавочки. Вам не напоминают Советский Союз? Когда тоже все делались везде скверики, парки. Везде были лавочки, чтобы можно было посидеть, отдохнуть. Навевает? Ну вот, все для людей. Приходи, отдыхай, наслаждайся, гуляй. Дыши. Кайфуй. Расслабляйся, релаксируй. И просто классно проводи время. Ну как они уместили все в одном месте. И аквапарк. Рядом дельфинарий. Тут куча пляжей. Кафе на любой вкус. Быстрого питания, долгого питания. Тебе чебуреки, барабуля, парк, спортплощадка, батуты. Все в одном месте. А, и здесь же и парковка. То есть ты приехал, встал и пошел развлекаться. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете о жизни на курорте. Все. Продолжение следует.